Здравствуйте! Вы смотрите ЮНьюс новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных новостях нашего города. В Башкирии только за август уничтожили 25 килограмм санкционных продуктов. Уничтожены были продукты, которые оказались на прилавках магазинов Уфы, Нефтекамска, Октябрьского и Салавата. По данным Россельхознадзора, только за август в Башкирии уничтожили 25,5 килограмм мяса и сыра из Венгрии, Австрии и Дании, более тонны фруктов, овощей и орехов из санкционного списка. Рейды проводили сотрудники Башкортостанской таможни, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Сейчас они продолжают проверки, а также принимают жалобы на недобросовестных торговцев с запрещенной продукцией. Почти во всех уфимских школах совсем скоро появятся 3D-классы. Об этом сегодня пишет Горобзор. В прошлом году в школе номер 159 и гимназии номер 3 за счет средств городского бюджета уже были установлены 3D-классы. Информационно-познавательный комплекс рассчитан на проведение занятий для 30 учащихся. В комплекс входят 3D и мультимедийный проектор, интерактивная система, прототивный цифровой видеопрезентатор, два экрана, акустическая система, интерактивный настольный дисплей, набор стереоочков, 3D-контент для проведения уроков физики, химии и биологии. По итогам первого года работы было отмечено повышение качества образования учащихся. Мэр города Эрик Елалов распорядился оборудовать подобными интерактивными кабинетами практически каждую столичную школу. На днях в нашем городе был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сегодня пишет портал «Тема Уфа». 7 сентября в Уфе абсолютный максимум температуры воздуха составил 32 градуса. За всю историю метеонаблюдений столбик термометра лишь однажды приблизился к этой отметке. 7 сентября 1996 года была зарегистрирована температура 29,5 градусов, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднее многолетнее значение температуры для этого дня составляет 15,5 градусов. Минимальная температура была зафиксирована в 2007 году и составила 2,6 градуса. Подробный прогноз погоды на завтра смотрите в конце нашего новостного выпуска. А у меня на этом все, и мы переходим к другим новостям на сегодня.